А что это такое, потому что черный Здравствуйте Здравствуйте Так, сегодня у нас 22 июня 2016 года Канал от подготовки программ Плохие новости Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей Валерий У нас прямой эфир, вещаемый из Саратова, с Волги, из России До новой исторической эпохи осталось 500 дней Со времен начала Второй мировой, Великой Отечественной войны 75 лет, а до новой исторической эпохи 500 дней Перепутье такое Тут пишут, Геркина уберите А я Геркина не вижу, если честно Обычно Вот, представляешь, люди, которые не знают, о чем речь Такие вещи читают, думают, блин, что за бред там Собрались, кто там собрался, вообще, а что они несут Ну, хунта наша знает, о чем речь Так что, все нормально Так, что у нас там Какие новости Какие вопросы Так Вот следственные органы проводят доследственную проверку По факту аварийной посадки самолета Москва-Омск Причем самолет А320 очень надежный И авиакомпании Аэрофлот Она очень надежная была до этого года В этом году мы уже несколько раз говорили о том, что случились аварии Очень такие нехорошие И, в общем-то, я думаю, что дальнейшее развитие событий Очень неприятное будет у Аэрофлота Если они не включат мозг сейчас немедленно И не начнут Как бы в заднюю не включат Потому что, ну, совершенно очевидно, что это системные проблемы авиакомпании А системные проблемы, они Мы знаем, во что вырастают Поэтому я даже говорить не хочу А потом скажут, сглазил Мальцев Вот такой он негодяй Да, и у нас вот мы тут немножко перемещались с места на место Как некоторые уже заметили Напишите, пожалуйста, некоторые пишут, что со звуком проблемы И со светом проблемы, что плохо видно Отпишите, как у вас звук, свет Потому что у нас, например, видно на экране нормально все А вот, может быть, у вас как-то по-другому Отпишите, пожалуйста Я не думал, что как-то по-другому Нет, кстати, бывает такое Что у нас нормально, а у зрителей ухудшается Это из-за буферизации Президент подвел в итоге работы 6-го созыва Госдумы Да, вот тут еще слава скажет, что возродишь СССР и весь народ пойдет за тобой Уверяю, наоборот, многие рога за спину и побегут так, что не догонишь Невозродимый СССР Даже если я хотел вас обмануть, я бы не стал этого делать Потому что это идиотизм СССР это продукт 20-го века Сейчас 21-й век, ребят Нам нужно идти вперед Вперед без всяких Путиных, СССРов, крепостного права, царизма и всей остальной хрени Давайте сделаем шаг вперед к информационному миру, к прямой демократии И попробуем что-нибудь построить Как помнишь в том анекдоте, когда самолет А380-й Тогда его еще не было, потому что это анекдот 70-х годов Вот у нас трехэтажный самолет Граждане пассажиры, наш трехэтажный самолет А380 имеет На верхнем этаже палубу, где размещены вы На втором этаже бары, рестораны, кинотеатры На нижней палубе бассейн, багажное отделение Там у нас есть то, сё Там-то у нас дискотека, там-то у нас бар И сейчас со всей этой хренью мы попробуем взлететь Вот так и здесь Давайте попробуем взлететь со всей этой хренью Сделаем прямую демократию, там еще что-то И может у нас А380-й получится И я, вот честно говоря, если бы я не был уверен, что это не получится Я бы никогда этим не занимался Ну какой смысл? Да, я извиняюсь, перебил Президент подвел итоги работы 6-го созыва Госдумы Ну вот уникальный, конечно, тут президент Он тут и сказал вообще, какие замечательные молодцы Там, что они колоссальную работу провели Такая успешная деятельность, результат усилий всех фракций Вот что Дума сделала? Это вал антиконституционных законов Это абсолютный правовой нигилизм Абсолютный, просто такой выпиющий Что даже пугает, да? И это соучастие в совершении особо опасных государственных преступлений И в преступлениях против мира и человечности Представляете, то есть это Но он считает, что это особо удачно Да, это преступление Причем длящееся преступление Причем это целая куча преступлений И нет там ничего, кроме преступления И тут вот оказывается, что все офигенно Классно, молодцы И новая Дума, и новая Дума будет в этом преступном сообществе Тоже играть свою скрипку или вилончель Как сейчас правильно говорить-то я даже не знаю, да? Не будет она играть, Вова Да, и на честную, открытую борьбу на выборах Он рассчитывает в Государственную Думу И уникальные ребята Вот представляешь Не, ну я понимаю, что они врут и не краснеют Но они же каждый раз врут Потом они говорят Нет, это вот в прошлый раз было так все фигово Это в прошлый раз такие там были карусели Там заносы, забросы и так далее А в этот раз этого не будет И каждый раз одно и то же Они говорят, что в прошлый раз, да Вот у вас был опыт херовых выборов Забудьте, следующие выборы Вот которые сейчас, они должны быть правильными И каждый раз это говорит Вова Путин Который здесь сидит 17 лет И не собирается нифига уходить Его выносить надо отсюда Госдума приняла закон о создании нацгвардии Да, вот уникальное тоже событие такое Представляете, эта нацгвардия два месяца уже существует Правда, никто не знает где Ну как-то в виртуальном пространстве Сказали, создана нацгвардия Есть главный нацгвардеец золотов И так далее А вот закон Уже нацгвардии разрешили на пятый день Стрелять в людей Хоть вообще из огнеметов И огнеметы на шестой день им продали 120 там с чем-то штук Врать не буду Сколько там, 122 что ли Да, то есть можно уже из огнеметов стрелять А правовых оснований еще никаких нет Для вообще создания нет никаких правовых оснований Представляешь Уникальная ситуация совершенно Но это путинщина То есть это абсолютный правовой нигилизм Я об этом говорю Абсолютный Когда вот ссы в глаза и божья роса Когда любой юрист просто открывает рот И дыхание в зобу сперло И думаешь А как что А раз так можно И тебе отвечают А почему нет А почему Ну мы-то делаем, да Значит можно Не, ребят, нельзя Вы делаете до поры до времени Пока мы это разрешаем вам По дурочке своей Ну это, я думаю, близко 500 дней осталось, ребят 500 И ни одного у вас шанса нет Как-то удлинить это Вот сократить есть Вы сейчас на этой работаете как раз Не мы работаем, чтобы сократить это время Мы четко определили Вот 5-го, 11-го, 17-го года Четко определили А сокращают Это они Вову Путин Вот это дума с яровыми Там со всякими остальными Там бабками, ешками И так далее Вот они это делают Да, и вот нам напоминают И мы вчера специально так не говорили Об этом решили провести эксперимент Я один раз сказал Ну да, Валера сказал один раз Нарушил наш эксперимент Но теперь тем не менее Про лайки мы не говорили вчера Однако вот без нашего напоминания Все равно 5000 мы собрали вчера По итогам эфира Поэтому сегодня мы вам еще раз напоминаем И я думаю, что мы можем уже штурмовать И следующие отметки Уже может быть и 6000 нам Поддастся сегодня Поэтому напоминаем вам Что необходимо поставить лайк Под этим видео Это нас приближает в топ Ютуба И кстати, в четверг прошлой недели Мы в топ попали И порядка полутора или двух часов Там висели Сегодня нам прислали скрины Я уж не знаю, почему через неделю Нам прислали скрины Но тем не менее Поэтому смысл в этом безусловно есть И кстати, это как раз то видео Которое собрало больше 100 тысяч просмотров То есть оно собрало порядка Ну где-то на 15-20 тысяч больше Чем предыдущие видео То есть в этом смысл однозначно есть Поэтому просим вас в очередной раз Поставить лайк И большое спасибо за это Волонтерам в чате В том числе Которые агитируют за то, что вы Ставили лайки Спасибо большое Хочу спасибо сказать Михаилу есть такой человек Живет он под Самарой Фамилию меня Олег просил назвать фамилию Я не буду назвать фамилию Но по определенным причинам Потому что я не хочу Чтобы у Михаила какие-то Могли возникнуть проблемы Вот Я знаю, что у них там Ну такая странная ситуация Мой товарищ очень хороший Встречает на базаре Человека Который опознал его По майке Артподготовка И оказывается у этих людей В общем-то Группа Созданная, так сказать По заветам Как мы Как мы и планировали То есть 10 человек Они молодцы Они Не ждут, а готовятся И в общем-то Передаем Привет Михаилу И в общем-то Ну нормально Так нам всем и надо Готовиться А не ждать Пока у нас такая пауза возникла Можно на пару вопросов ответить Вячеслав Говорит, что во власти Должны быть люди С чувством стыда А как же голубой воришка Альхин Как вы думаете Товарищ Бендер Разворовал бы Вверенное ему хозяйство А кажись он во власти Как же разворовал бы Ну Бендер бесстыдник Бендер И не должен быть во власти Более того Бендер бы и не пошел Во власть Он только с Путиным Может прийти во власть Бендер В системе Которая абсолютно Открыта Прозрачно Бендеров быть не может Он бы занимался бизнесом Он бы ничего во власти Не заработал Какой смысл Зачем Он бы занимался бизнесом Кроме всего прочего Святых-то нет людей Все грешны Масса алчных людей Ну У каждого Мы все свои грехи знаем Но когда человек Под наблюдением Находится Под Неусыпным наблюдением Народа Ничего он во власти Не сделает Главное Чтобы этот народ Мог им управлять И все Вот Если сравнивать Ну Я думаю Что такое государство Мне говорят Что такое государство Ну да Там Ленин Машина Там туда Государство Это собака Злая Которая Всегда Должна быть Должна быть На коротком поводке В наморднике Вот так Таким должно быть Государство На коротком поводке В наморднике А поводок Нужен быть В руках У народа Если этого не будет Если собака не будет На цепи На поводке И так далее То она будет Народ этот Грызть и кусать Поэтому если народ Не хочет Чтобы его собака Грызла и кусала Он должен держать Ее на поводке И там на ночь Сажать На цепь Вот так должно быть Вот вот Государство И нужно воспринимать Что это не наше Это наше государство Это там туда Все эти херня полная Часто нас спрашивают Вот сейчас Заговорили об этом Вы сказали Про футболку И вчера нам там Спрашивали про наклейки Спрашивают Где приобрести Ну во первых Нужно понимать Что вы в своем городе Непосредственно Можете сходить В какую-то полиграфию Если это наклейки Или футболку То есть можно сделать В частном порядке Мы все-таки Производством какой-то Атрибутики не занимаемся Мы не магазин Мы не ставим цели Зарабатывать деньги Однако Если у вас есть Какое-то желание Например Заниматься Изготовлением футболок Если у вас есть Какой-то дизайнер Который готов Какие-то макеты делать Или наклеек То в общем-то Не вопрос Вы можете нам прислать Мы противодействовать Уж точно вам не будем Там никакие авторские права Вам подавать не будем Вот все что касается Революции Все что касается Наших программ Все что касается Фамилии Мальцев Здесь авторство Общенародное Что хотите То и делайте Понимаете Да Ну и если у вас Появится желание Именно какую-то Ну я не знаю Группу создать Вконтакте Например Да Где вы будете Распространять эти майки И как бы По адекватным ценам И мы будем видеть Что вы в общем-то Нашим соратникам Предоставляете Нашу атрибутику Я думаю Мы вас только поддержим И репостим И озвучим Где можно это приобрести Поэтому даже рекламу Вам такую организуем Если в общем-то Такие Такое желание появится То можете написать Путин заявил Что Россия Вынуждена принимать Меры в ответ На агрессивную Риторику НАТО Ну это вообще Просто Просто прелесть Мы вот Уже 150-й раз Мы говорим В течение Последних трех лет Причем когда Еще ничего не начиналось Мы говорили Когда в НАТО Денег не было Чтобы зарплату заплатить И транспортные расходы Оплатить Не было никаких учений Потому что горючего не было Да Там патронов не было И очень хотели Бывшего Норвежского премьера Поставить руководителем Потому что Ну чтобы хоть Помимо США Еще денег давал Норвегия Ну так вроде Нормально Поэтому поставили Столтенберга И тут Путин Такой красавец Вылез Начал Веселиться От души В Европе На Украине И так далее И получилось То что Нужен Нужен Блок НАТО Североатлантический Альянс Как это Говорят США И страны Сателлиты Ну Такие Вспоминаются Советские штампы И вот Все это Оказалось Нужным Вот И И теперь Оказывается Они НАТОвцы В этом Виноваты Представляешь Тут Причина Со следствием Перепутана Если он В это верит Ну его тогда Лечить надо Но я надеюсь Что он в это Не верит Хотя Лечить его Все равно Надо Но Ладно Песков Рассказал Что на совещании Путина с членами СБРФ Обсуждались Итоги ПМФ Проблематика Шосс И отношений Российская Федерация КНФ Хорошо Ты сказал Ты хоть Переводи Что О чем Идет речь Я думаю Даже они Не понимают О чем Идет речь Зачем Петербургский Международный Экономический Форум В общем То Какие То Не Да Это Мы знаем Это Можно Даже Уже Не Переводить То Обсудил Путин С членом Сайта Безопасности Что Там На этом Форуме Наговорили Да Потому Что Встречались Там И С Назарбаевым И Со всеми Делами И нужно Срочно Было Обсудить Обсудить Вот Что Самое Интересное Ну Понятно Что Они Обсуждали Обсуждали Они Рок-н-ролл Который В общем То Грядет И по Казахстану И по Другим Странам Ну и по России Конечно То есть По Как Они Называют Это Противодействие Терроризму То есть Все Что Пытается Вышибить Оглоблей Путина Это Терроризм Да Вот А еще Путин И Са Цзиньпин В Пекине Обсудят Ситуацию В Сирии Он туда 25 Июня Приглашен Я думаю Что Сирия Меньше всего Са Цзиньпина Волнует И Путин Кстати Нет не сильно В разговоре Са Цзиньпином Будет Волновать Сирия Его будет Скорее Жопа Ну да Ну жопа Скажет Что-то там Как-то Горит у меня Шапка На мне Горит Что мне делать Дорогуша Не хотите Вы помогать И так далее А вот еще Тут говорят Что Путин Обсудит Овеостроение Какое нахрен Овеостроение Вообще О чем речь Они ведут Овеостроение Он там будет Обсуждать Ничего Это он Обсуждать Не будет Он будет Скажет Са Цзиньпину Папа Дайте денег Хоть каких Небудь Да И там Помогайте Как-то Чтобы оглубли Нас отсюда Не вышибли Вот о чем Будет речь И не более того А все остальное Там приложат Какие-то там Халдеи Будут бегать Подписывать Большие Такие документы Которые потом Никто не увидит А Са Цзиньпин Как на это Отреагирует Он скажет Сынок Да и наверное Земельки Нам еще Еще что-нибудь Подпишет Реально Будут подписаны Документы Которые нам Как Вилы в бок Которые после Пятого Одиннадцатого Будут Вынесены На свет И нам Покажут Скажет Видите Вот что Дяденька Подписал Вот что Он нам Отписал Да Ваша покойная Тетя Скажет Вот что Нам Отписала Там Пол Сибири Дальнего Востока Потому Что Там Наверняка Договора Связанные С концессией Будут Подписаны И вы Услышите Эта информация Просочится Она Сейчас Супер Секретна Но Вы Услышите Что Там Вот Восемнадцатом Году Заканчивается Договор О Концессии А Поэтому Там Нужно Будет Что Продлять И Вот Сейчас Они Там Продлят До 2150 Какого Нибудь Года Когда Уже Путин След Простынет Давным Давно Сейчас Они Подпишут Документ Посмотрит Это Все Придумал Черчилль Восемнадцатом Году Правильно Подметил Что С душой Путина Все Давно Понятно На файр В заднице Наверное Загорается Да Уже Так Сказ В шнур В шнур Догорает Как Кота В этом В том И джере Путин В Ташкенте Встретился С премьером Индии В рамках Подготовки К саммиту Двух стран Да Видишь И с индусами Тоже Хочет Общаться И с Китайцами То есть Он хочет И от тех И от других Получить Финансы И Заверение В том Что они Будут Его Поддерживать В случае Чего Это Для Него Очень Важно Индия Серьезный Партнер И поэтому Он не Может Как-то Обойтись Без Того Чтобы Их Склонить На свою Сторону Ну В каком Виде Что он Им За это Даст Или Пообещать Я не знаю Навряд ли Это будут Двадцать Этих Ядерных Реакторов Которые Он все Время Обещает Индусам Или Теперь Тридцать Пообещают Навряд ли Они Как бы Этим Удовлетворяться Что-то Что-то Они Соскребут Как говорят Спаршивые овцы Хоть шерсти Клок Путин Возложил Венок В могиле Неизвестного Солдата Да Видишь Сегодня Вот там Этих Детишек Хоронят Ну Путин Возлагает К могиле Неизвестного Солдата А не К могиле Известного Ребенка Потому что То есть Он Представляешь Какой Молодец Вот там Где он Действительно Реально Заслужил Да Вот как С этими Детьми Это его Заслуга Он Туда Нет Это Это не Я Это не Я А там Где он Вообще Рядом Не стоял Там Гитлера Побеждал Путин Гитлера Победил Он там Везде Первый Я Гитлера Победил Вова Путин Гитлера Победил Вова Ты Немножко Оторвись Нет Психиатр Там Нужен Сто Процентов Две Третьи Россиян Готовы Послать Близких На войну За свою Страну Да И Как Сказал Эльнур Все Хорошо И Половина Готовы Послать Своих Близких Две Третьи Готовы Послать На войну Половина Готовы Послать Вот Да Тут Какие-то Овциомщики Овциомщики Провели Исследование И сказали Что Вот 80 Процентов Респондентов Патриоты Это Очень Хорошо Это Правильно Нужно Только Объяснять Что Есть Патриотизм Патриотизм Это Любовь К Родине И ненависть К Вове Путину Который Уничтожает Нашу Родину Это Однозначно И Другого Вообще Другой Трактовки Патриотизма Быть Не Должно Если 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 Человек По Другому Трактует Понятие Патриотизм Значит А Либо он Дурак Б Либо он Сыкло В Либо Он Жулик И вор И ему Все это Выгодно Очень Выгодно Ну и Последний Он Предатель То есть Опять Мы Сталкиваемся К тому Что Дураки Предатели Опять Нас Толкают В Адскую Яму 10 Миллиардов Готовят К телепортации Да То есть Сегодня Я не знаю Что они там Нюхают Эти ребята Там Просто Жесть Какая Вот Вова Сегодня Заявил Что Надо Там К 35 Году Телепорты Сделать Кого Они там Собираются Телепортировать Или Куда Они там Звездные Врата Куда Вова В 35 Году Наладился Телепортировать Вова Мы тебя раньше Телепортируем Ты даже Не расстраивайся Без Всяких Телепортов И 10 Миллиардов Нам даже Не нужно Для этого Вот И Это Просто Жесть Какая Ты Прочитай Сереж Там Цитата Там Это же Просто Великолепно Вот Сейчас Ладно Я прочитаю Ой На отрезке 25 И 35 Годов Авторы Рассчитывают На внедрение Нейроинтерфейса Квантовых Вычислений Телепортации Использование Там Там Что-то Возьмешь Получишь Очень часто Самая классная В этой истории Это то что Вот вы говорите 10 миллиардов Сейчас А результат Потом Но речь о том Что они Вот эти деньги Хотят даже Не на результат А на создание Дорожной карты То есть Это Они хотят Деньги На создание Бизнес-плана Мне интересно А они Вот расходы На создание Бизнес-плана Обозначат Бизнес-планом И вот на этот Бизнес-план Они тоже захотят Деньги Конечно Это дорожная карта А для создания Дорожной карты Нужен бизнес-план И так далее Представляешь Вот у них Одни карты Все это веселье Называется Национальной Технологической Инициативой Да И там еще Какая-то Очень классная Фраза А Природоподобные Технологии Все это В рамках Развития Природоподобных Технологий Но вот мы сегодня Сказали что После природоподобных Технологий Наверное будут Богоподобные Технологии В скором времени Мы услышим что Ну мы уже все Лимиты исчерпали Но живем мы Как-то нехорошо Поэтому нам нужны Богоподобные Технологии Мы же говорили Еще в Новый год Что скатерть Самобранка Будет Меч-кладенец И так далее Как раз об этом Они это Сейчас и Вчихляют Народу Народ должен Понимать Что вот то что Он шел-шел И провалился И в говне Чуть насмерть Не утонул Это все фигня Зато в 35 году Даже и дорога Не нужна будет Он будет Телепортироваться Благодаря Природоподобной Технологии Будет Куда-то Раз там И телепортировался Прям в Кремле Оказался Прям в Мавзолее В гробу Мы здесь смеемся А 7 миллиардов рублей На это дело Выделят Из федерального Бюджета А остальные Средства Это средства Частных инвесторов Не ну понятно Частным инвесторам Чтобы украсить 7 миллиардов Нужно показать Вроде они Что-то свое Еще выделяют У меня даже Есть подозрение Что возможно Они нашли Какого-то Реального Одного Частного инвестора Не ну Кого-то они Раскручивают Который Все прекрасно Понимает Какой-нибудь Барыга Типа этого Как его Узбек 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 Ну он думает Ну что Ну как я откажу Это же Вове На виланчеле На телепортацию Не могу я отказать Если я откажу Потом сплющит меня Ну вот он Делает вид Что он тоже В эту херню поверил Но почему нет Хороший Хороший подход Понимаешь Союз меча И орал Астап Вот Астап Собирает На помощь Детям Да и вот еще Самый классный заголовок Одно информационное агентство Написало Что 10 миллиардов Готовят к телепортации Очень классный заголовок И мы знаем Куда их будут Телепортировать Там в Панаму Я не знаю Там в карман Кому-нибудь телепортировать Это они умеют Это они уже давно Изобрели Роскосмос Начал Проектировать Лунную базу Ну это еще Один из способов Телепортации Вот к 30 Году Будет На Луне База И будет Классно Представляешь То есть они А что это будет К 50 На Марсе А там На Венере К 70 А деньги На все Нужно Теперь Вот сейчас Понимаешь Классные ребята Молодцы Причем Самое главное Что Мы это все Предсказывали Поминутно Могли план Подробный Расписать Дорожную карту Совсем нет фантазии И этих ребят Абсолютно Никакой Я думал Что они Что-то новенькое Такое Экстра Класс Придумать Нет Не придумали Владимир Путин Пообещал Передать Министру Образования Ливанову Слова Профессора Вяземского О том Что нужно Больше Военной Литературы Да И вот он Твардовского Зачитывал Что-то правда Плоховато У него это Получилось Переправа Переправа Берег левый Берег правый До темной воды Дошел Причем Он проскочил Он говорит Вот когда про темную воду Берет за душу Я могу сказать Кому память Кому слава Кому темная вода Да Вот Он зря Вот это Кому память Кому слава Кому темная вода Да Он это не прочитал Зря ты его Не дочитал Нормально Вот как раз Темная вода Я знаю Кому будет Нас тоже берет за душу Все хорошо Так вот Я что могу Он говорит Литература Должна брать За душу Я думаю Что современная Литература Вот на этот Короткий период На 500 дней Она должна Сигнализировать О том Что Путина И его шоблу И его жуликов Пора Брать за жопу Не за душу Брать А за жопу Вот она должна Сигнализировать Об этом Я думаю Сейчас это Роль литературы Вот Современной литературы Нынешней Вот на Короткий период Но Парадокс Знаете в чем В том Что Тот Кто создат Сейчас Произведение Которое Будет брать Вову Его шоблу За жопу Это будет Произведение На все времена Вы увидите Это Вот тот Кто это Создаст Это будет Он будет Создавать Временное Какое-то Ну Так скажем На злобу дня Для Описания Момента Вот этого момента Ему будет казаться Что Через 500 дней Это потеряет Всякую актуальность Нет Не потеряет И это будет Произведение На все времена Вот вы увидите Если кто-то Подпишется Он Обессмертит Свое имя Вот нам пишут Такую интересную Новость И кстати Мы с вами Об этом Говорили Правда Не в эфире Пишет Вячеслав Участились Случаи троллинга От вашего имени Возможных Противников Режима Они утверждают Что состоят В секте Мальцева И предлагают Провести дебаты Доводя до истерики Оппонентов То есть Какие-то Какие-то наши Но либо сторонники Либо тролли Представляются Значит нашими Сторонниками И кого-то Там доводят До истерики По-моему Это замечательная Новость Это замечательная Нас тоже Чьи-то тролли Там доводят До истерики И так далее Мы Ну если Кто-то Обращается Там К кому-то То какие претензии К Мальцеву Не должно быть И останавливать Людей Мы Не вправе Да Вот Ну кто-то Там тролли Нам устраивают Здесь рок-н-ролл Мы их баним Но мы же не можем Банить и ловить Троллей По всему интернету Который действует От имени Мальцева Да и нужно понимать Секта Мальцева Секта Мальцева Кстати Есть такая Реальная секта Только не Вячеслава Вячеславовича Да Парадокс Есть какой-то Еще Или там Был какой-то Мальцева У нее есть секта И вот Да Представляешь Что Скок Скок Вся Всячины Есть Да Сколько Нет Ну если есть Межгалактический союз Земное представительство Межгалактического союза Христиан Евангелий То в общем-то Секта Мальцева Это далеко не Самая странная Организация Да ну Нах Слав Ты Истеришь Не знаю Что я истерю Мне кажется Я не истерю Я говорю Лукашенко заявил Нас начинают Сегодня наклонять Народ это Должен знать Да Вот Он сказал Что начинают Наклонять Еще сказал О планах Сближения Беларуси С Евросоюзом И Также Призвал Дрючить Лучших Выпускников Школ В вузах Когда они Будут Уже И Призвал Чиновников Раздеться И работать Как Как Вот Вообще Че он Ночью Смотрел Нет Вот У меня здесь Предположение Родилось Вот Вчера у нас Был этот Питерский Экономический Форум Или когда он был Позавчера Не суть Мы рассказывали Новости о том Что Путин Оттуда сбежал Сказал Что что-то у него Там какое-то Очень важное Дело Ему срочно Надо уезжать Вот У нас Есть такое Предположение Что они Наверное С Лукашенко Путин, Лукашенко И кто-то третий Еще Не знаю Обама Наверное Играли в карты Или тот Кто фингалы Всем ставит Помнишь Там Какие-то Странные Вещи То у Путина Фингал То у Меркель Фингал То там Какой-то Президент Еще подскользнулся У всех Фингалы Вот Наверное Тот Кто ставит Им фингалы Вот он С ним В карты В карты Сыграл Да И проиграли Путин с Лукашенко И вот этот Некто Значит Сказал им Что вот ты Путин Скажешь Что будешь Создавать Телепорт А вот ты Лукашенко Будешь рассказывать Про то Что вас нагибают И то Что надо Дрючить Что надо Раздеваться Надо раздеваться Да И вот еще Лукашенко Призвал Бороться Чтобы Белоруссию Не называли Страной Пьяниц Ну После таких Заявлений Лукашенко Наверное Белоруссию Будут называть Страной Даркованов Ну нет Не дай бог Конечно Хотя Вот к чести Лукашенко Сказать Он сказал На самом деле Хватит ходить Друг за другом И спрашивать Позволение Вы знаете Как делать Что делать И каких целей Добиваться Инновации Эти технологии Приватизации И все прочее Все это понятно Мы уже это освоили Но наша жизнь В простом Надо раздеваться И работать Ну имел ввиду Пиджачки Снимать Галстучки До седьмого пота Не будет этого Погиб Лукашенко В этом отношении Абсолютно Потому что Белоруссия Не имеет Ни нефти Ни газа Там Ни алмазов Ни золота Ну алмазы Только те Которые делают Искусственные Да В Минске Кстати И все Что получается Получается Трудом И мы Предотвратили Дети Дети пострадали От взрыва Запала Граната Тоже Луганск Правоохранитель Продолжает Работать В Запорожье Где кто-то Метнул Гранату И стрелял Дальше Ну а дальше Вот в России Уже В Хабаровске Гранату Тоже Кто-то Кинул Значит Задержан 32-летний Орло Из Орла Гражданин Нашел Пакет И залез Туда Граната Оторванула В общем Ну Так что Пограничники Молодцы Воскольку Как-то Вот если Раньше Чеховское Вот это Ружье Которое Висело На стене Всегда Стреляло То сейчас Почему Гранат Всегда Взрывается Раньше Эти гранаты Валялись Чуть ли Там Ну везде Они были Что там Давайте Открою У меня В детстве Эти гранат Был миллион Я говорю Я себе нос Сломал Это уж Подкинул Кто-то Позвонил В дверь Я отвлекся Она мне Упала Ф-1 И сломала Нос Ну Никто У нас Не подорвался На этих Гранат В армии В армии У меня Тоже Валять Я помню В оружейке Решил Ну принял Оружейку Дежурную По заставе Думаю А что ты Под пирамидой Срода Там не убирались Там вообще Пыль то есть Там грязь Какая Что там Палку какую Взял Чтобы оттуда Паутину В интер Раз смотрю Граната Быкатывается Ну Нифига себе Он так Завалялась В оружейке На полном Серьезе Много Интересного Было Но вот Сейчас Сейчас реально Просто Ну уже Через край Этих событий Ну при условии Что у нас Раньше На этом На сеном рынке По моему Эти гранаты Продавались Чуть и не на килограммы Продавались На развес То есть Любой дурак В общем то Мог прийти И ну имея Определенные Знания Мог конечно Ее приобрести Совершенно без проблем Да вытапливали Из них Всегда Что нибудь Вон В костер Поставил Перевернул И банку Эту Ну Из под кильки И все И Тратил туда Выплавлялся Она потом Пустая Очень хорошо МЧС Карелии Отрицает Что проигнорировал Просьбу О помощи От тонущего Ребенка Да И вот Интересно Следственные органы Изъяли документы По звонкам Интересно Какие документы Ребенок Этот известен Номер телефона Известен Я бы рекомендовал Вот Кто в курсе Ну и Наверняка же Слушают Те кто С родителями Связан Надо взять распечатку Немедленно Потому что потом Эти следы сотрут Немедленно Это нужно сделать Взять распечатку Потому что Навряд ли Кто-то что-то там Изъел Пока еще По крайней мере Детализацию Можно заказать По телефону Ну это пока Пока они не наехали Потому что Сейчас Мы же понимаем Что как В МЧС Все происходило Там записываются Звонки Да Ну кто Может Изъять Кто может Изъять Эту пленку Что следственный Комитет Выемку что ли Будет проводить Вот этой пленки Там уже Десять раз Скомандовали Всю Эту пленку Уже ушла Наверх Представь себе Потому что Если выяснится Что это правда Кто должен Подать в отставку Пучков Глава МЧС Должен уйти Сразу Немедленно Нафиг ему это надо Поэтому Все промежуточные Кто там Они все сработают От и до Чтобы только Не было этой записи И там Что хочется Наговорят По новой Все перепишут Поэтому я думаю Что Надо бы Конечно Вот это сделать Ну и в общем Очень легкий пример Для тех Кто в подобное Не верит Хотя я думаю Что все прекрасно Понимают Очень легкий пример Как у нас работают ГАИшники Вы можете посмотреть Когда фиксируются Какие-то правонарушения Со стороны Либо сотрудников ГАИ Либо каких-то К ним причастных Лиц Привозят Ну В Саратове Была неоднократно Такая ситуация Когда приезжают Полицейские в отделение Начинают смотреть Вот эту камеру Которая у них На машине стоит Да Которая там Видеорегистратор Который Должен там Вообще Безостановочно Все записывать И они говорят Ой А вот здесь У нас камера сломалась Или у нас там Флешка закончилась Или что-то еще Все Видеозапись повреждена То есть Приобщить ее Невозможно И никакой ответственности За это нет Техническая ошибка Все то здесь То же самое Аудиозапись повреждена Или ее просто нет Она отсутствует То есть В общем-то Никого за это Наказать невозможно И проверить Никак нельзя Ну и по этой теме Директора взяли под стражу А инструкторов Инструктора Освободили Ну инструктор 19 лет И он Этот Практикант Это было бы удивительно Если бы его взяли Еще под стражу Практикант Которого Которого силой Туда загнали И который Спасал Этих ребятишек Был бы Очень несправедливый Дети говорят Что он чуть не утонул Нет Он сам ребенок Четко 19 лет Я его видел Этого инструктора Ну не буду Как-то В общем Ну Среди моих Сослуживцев Когда нам Был по 19 лет На заставе Таких Ну Сильный Он конечно Слабенький Такой Для инструкторов Для солдат В общем Слаб А его инструкторам С детьми Не послали Ищет купания В Архангельской области Там так жарко Что ли В Архангельской области Сейчас прям Невозможно Без купания Ну понятно Что дети Тонут Пачками Тонут Прям каждый день По несколько Десятков Ну Прекратите Это Хотя бы На время Прекратите Волна Это Закончится Это же Тенденция Даже Чукч Как в том Анекдоте Когда олени Падали Да Там 362 Олень Тенденция Однако Вот Ну Эту тенденцию Нужно прекратить Почему Вот там Министр образования Или кто Не даст Команду Хотя бы Временно Прекратить Купание Там На 5 дней За это Время Проверить Там Тот Может и Не надо Ничего Проверять Просто Остановить Вот эту Волну И все Причем В этой Трагедии Многих детей Спасла 13-летняя Девочка Юля Да Спасением Детей Занимается 13-летняя Девочка А не МЧС В России И более Профессионально 13-летняя Девочка Этим Занимается По крайней мере Там присутствует Да Ну Теперь Что Вот эти Герои Из МЧС В погонах Вручат ей Медальку Погладят Ее по голове Скажут Какая ты молодец Это она Вам должна Только не Медальку А орден Пропускную Да Пропускную В определенное место Вручить Если Вообще Вылечиться Потому что С ней Психиатр Теперь Занимается Да Не Там Будет Все Нормально Да В Нижнем Новгороде 14-летняя Девочка Погибла На Озере Видите И вообще В Нижегородской Области Сначала лет Утонули 20 Человек Это же лет Не было Нифига Был холодно Все это Время Первая Жара Следственный комитет Возбудил дело Об убийстве После обнаружения Мумии Детей Подомском Мумии Младенцев Двух Нашли На чердаке Ну я так понимаю Что это В результате Родов То есть После родов Их там Оставили Этих Детишек Ну тоже вопрос Насчет этих Бэйби боксов И платы За детей Я говорю Я настаиваю Что Необходимо Немедленно Установить Оплату За детей Вот этим Нерадивым Мамашем Ну или там Ну всякие Они бывают Что их Обижать Не надо их Обижать Надо им Платить Деньги И все Хочет она Ребеночка Оставить Вот мне там Скажут Да Тогда не прибегут Все такие Во первых Все не прибегут Начнем с этого Во вторых Тех матерей Которые Воспитывают Детей Нужно Гораздо Больше Денег им Давать Гораздо Больше Тогда Точно Не прибегут Да Но В любом Случае Чтобы детей Не бросали Должна быть Оплата За ребенка Ну Ну Какая-то Алкоголичка Выкинул Там В мусорный Контейнер Ну если За ребеночка Платить Хотя бы 20 тысяч Ну не выкинет Она лучше Возьмет 20 тысяч Да пропьет Правильно Ну а что Такой 20 тысяч Ну Вов Ну не будет У тебя Виланчели Одной Ну ничего Как-то В твоем Оркестре Можно и обойтись Без одной Виланчели Даже не одной Наверное Одной Десятой Сегодня Вот нам Человек Написал Днем Написал Следующее Что ему Там Предложили Для ребенка Как это Называется В детский Лагерь Путевка Путевка В детский Лагерь И в общем После просмотра Нашей передачи Которая была Там 2-3 Недели назад Где мы Призывали Все-таки Не отправлять Детей в детские Лагеря Потому что Очень опасная Ситуация Он от нее Отказался Хотя там Я так понимаю Были очень выгодные условия И оказалось Что в этом лагере Отравились дети Вот сегодня Выяснилось Ну ничего смертельного Конечно Но и ничего приятного Вот И вот сейчас Мы тоже говорим Про то Что необходимо Ограничить купание детей Поэтому Ну если у нас Нету какой-то Адекватной системы На государственном уровне Давайте хотя бы На нашем уровне Нас смотрят Почти 100 тысяч человек Вот давайте Каждый Кто является родителем Обратите внимание На ближайшие дни Где находятся ваши дети Неважно Сколько им лет Даже если им там 15-16-17 лет То есть уже Достаточно самостоятельные дети Все равно Обратите на это внимание Также вы можете Общаетесь наверняка Там в школах В детских садах С какими-то родителями Ну не надо конечно Фанатично Да Но просто какую-то В беседе Можно об этом говорить Да О том что Ну ситуация складывается Патовая Люди Дети вернее Гибнут ежедневно Пачками Во время купания Ну давайте Ну давайте Как-то хотя бы Между собой Ну хотелось бы Хоть минимально Чтобы жертв Каких-то избежать Хотя бы Среди наших сторонников Если мы не можем На более серьезном уровне Пока этот вопрос решить На станции метро Войковская Мужчина попал Потом будет стыдно Жить без божьего промысла Откуда вы знаете Что есть божий промысел А что не божий промысел Я с божьим промыслом Может продукт Я божьего промысла Или не продукт Вы как видите Я жив и здоров И достаточно активен В тот момент Когда иных уж нет А те далече Да Поэтому тут Не знаю Не буду с вами спорить Но и вы со мной не спорите Да В московском метро Мужчина попал под поезд Да Вчера вот во время нашей Программы В 22 часа На Войковской Мужчина упал на рельс Ну слава богу Как-то между них Он свалился Его немножко Подтащил там Поезд Потом Контактную сеть Отключили В общем как-то Его вытащили оттуда Вроде там Обошлось травмами Ну вот это тоже Постоянно сейчас случается Видите Одно время этого Не было И вот Наверное год назад Это все началось И постоянно Люди падают Даже меньше Года назад Под В метро Под поезд То есть Тоже надо как-то Аккуратнее быть 38-летний Нижегородец Сжег у себя В гараже Своего знакомого Ну что-то Взгрустнулся На какой-то улице Генерала Ивлева У них конфликт Произошел И он сжег Своего знакомого Такая совершенно Дикая история Ну вот Все чаще и чаще Мы видим Что применяют Именно такие средства То есть Вот Последнее время Обратите внимание Там облил Бензином Поджег Там что-то Как-то в общем Поджег одежду Там еще чем-то Ацетоном Вот Пару дней назад Ацетоном Облил В понедельник Да Тоже И все это На почве Пьянства Происходит В Дагестане Шесть боевиков Подожгли школу Ну как-то странно Они пришли Оглушили сторожа Как уверяют И подожгли школу Больше похоже На бывших учеников Ну да Как-то Ну во-первых Если они боевики Зачем вообще Глушить сторожа Ну он что Какое сопротивление Может сторож Боевикам оказывать Пришли Сожгли И все Как-то Странная какая-то История Я думаю Вот Шесть человек Сожгли школу Да Ну что Вот они боевики Какие-то У меня сомнения Пьяные выпускники Может быть Опечатались Чеченец Погиб в Тулузе Во время перестрелки Кто пишет Мальцев не пьет Тролли Идите нахер А кто-то Говорит Что Тут наверное Кто-то написал Что Мальцев Сильно пьющий Нет Просто вам предлагали Выпить и пойти спать Из благих намерений Я не пью Спать я пойду Под утро Наверное Я ночью работаю Как правило Образ Жизни такой Да Нравится Мне очень нравится Работать по ночам Никто не мешает Да В Тулузе Причем Совершенно Непонятная Ситуация Какой-то Человек Со скутера Стрельнул В шесть Человек Потом Говорят Не один Человек А какие-то На скутерах Много Было Странная Ситуация Ну Я так понимаю Что это Какие-то Внутренние Разборки Ну Кто же В Тулузе Может Стрелять В чеченца Ну Только Разборки Либо Между Своими Либо Между Какими-то Этническими Группировками Ну Там Какие-то Я не знаю Кто там В Тулузе Марокканцы Может быть Ну Я так Образно Да И ничего Там Друг с Другом Не поделили Вот Так Только Может Такая Анекдотичная Конечно Ситуация Чеченец Убежал Возможно От репрессии В Тулузу Да Уж Нифига Анекдотичный Человек Прибили Он Реально Прибежал Тут Другой Мир Красота Бах Застрелили Ну Нет Смешного Мало Поэтому Я понимаю Что Это Не Не Случайность Какая-то Не в результате Там Разбора Как Каких-то Там Мафиози Которые Между собой Чего-то А он Случайно Попал Как одно Место В рукомойник Нет Наверняка Там Ну Двадцать Девять Процентов Что Тоже Какой-то Имел Отношение К этому Вот Так Шестой Полицейский Задержан В Северной Осетии По делу Об убийстве Задержанного Странная Ситуация Там Стреляли В начальник Командира ОМОНа Огнестрельное Ранение Он получил Поэтому Менты Схватили Какого-то Подозреваемого Как в том В той Песенке Биль-биль Колотили Да Вот И В результате Он Скончался Вот Владимир Цкаев Его Звали А После того Как вот Он умер Туда Пришел Полицию Человек Который Друг его Марик Букулов Который Написал Явку С повинной О том Что он Застрелил Этого Командира Подстрелил Командира ОМОНа И Вот Сейчас Там Шестого Человека Уже Задержали Ну Посмотрим Что из этого Будет Ну Я так Понимаю Что это Там Какие-то Внутренние Разборки Такие Кавказские Посмотрим Чем Это Закончится Да И вот Сейчас Половина Даже Уже Чуть Больше Чем Половина Программы Больше Чем Половина Программы Прошло И Призываем Напоминаем Вам Призываем Вас Ставить Лайки Нашему Видео В общем Тот Пишут Что нужно 6 тысяч Правильно Я думаю Что 6 тысяч Вполне Реальная Отметка 5 тысяч В течении Недели Мы уже Стабильно Держим 5500 Держим Поэтому 6 тысяч Совершенно Адекватная Сумма Поэтому Кто Еще Не Поставил Лайк Можете Прерваться На секундочку И В общем То Внести Свой Вклад В распространение Нашего Материала Спрашивают Вячеслав Будете Землю Бесплатно Давать Людям А я Вообще Вижу Это Единственный Способ Передачи Земли Людям То есть Бесплатный Но С одной Стороны Абсолютно Нет Логики У тех Товарищей Там Путинских Которых Говорят Что Там Землю Надо Продавать И так Далее Почему Потому Что Ну Представьте Территория России Ну Была Одна Шестая Часть Суши Сейчас Чуть Поменьше Но Все Равно Это Поверхность Луны Ну Так Вот Если Взять Поверхность Луны Ну Представьте Вот Она Висит Ну Денег Мира Не хватит Чтобы Купить Эту Землю То Чтобы Использовать Эту Землю Там Кудрины Мудрины Пудрины Они Там Говорят Надо Чтобы Платили Деньги Это Как А Где Этих Денег Можно Взять То Есть Уже Изначально Это Заложено Изначально Будет Что Земля Будет Не Использована Почему Потому Что Ее Нельзя Использовать Потому Что Ее Никто Не Сможет Купить Ну Нет Таких Денег В Мире Просто Вот Они Там 100 Триллионов Должны Денег Да Я Не Знаю Кому Все Страны Мира Но Еще 100 Триллионов Напечатают Все Равно Эта Земля Стоит Дороже Ну А Какой Смысл Тогда Тогда Часть Продать Часть Оставить Там То Должен Быть Механизм Всеобъемлющий Охватывающий Все Системный Механизм А Когда Вот Для Этой Земли Вот Такой Механизм Как У них А Вот Для Этой Земли Вот Такой Ребята Это Неправильно А В каком Принципе Раздавать Землю Ведь Не Вся Земля Одинаково Хороша Это Понятно Что Не Вся Земля Одинаково Хороша Но И Не Всю Землю Одинаково Хорош Хотят Получать Кто Для Землепользования Для Сельского Хозяйства Хочет Получить Землю Ищ Придется Навязывать Потому Что Кто Для Того Чтобы Лес Рубить И Так Далее То Здесь Здесь Нужно Просто Выработать Общую Систему И Как То Ее Разделить Ну Допустим Сибирь Дальний Восток Здесь Придется Не Просто Землю Навязывать А Еще Субсидировать Тем Людям Которые Готовы Жить И Там Работать И И И Вот Тебе Грубо говоря 100 Гектаров Но К Вот Так Должно Быть Да Ну А Где То Вот В Центральной России Вот Тебе Там Грубо говоря 12 Соток Ну Так Образ Ну Не 12 Там 20 Я Не Знаю Под Огород На Ради Бога Но Субсидировать Конечно Ничего Никто Не Должен Потому Что Земля Топовая Как Они Любят Выражаться Поэтому Мне Кажется Вот Этот Подход Спекуляции Землей Ну Люди Государство Этим Точно Не Должно Заниматься Это Не Тот Путь Никуда Представь Куда Привел Этот Путь Есть Москва Есть Что То Вокруг Москвы Что Стоит Денег Есть Какие То Отдельные Участки И Все И Вся Остальная Земля Брос Которая Ничего Не Стоит И Которая Даже Даром Никому Не Нужна Вот В чем Дел Вот В чем Проблем И Проблема В том Что Могут Использовать Какие Лукойлы Которые Все Обосрут С точки Зрения Экологики Газпром И Да Нахрен Нам Это Нужно Пишет Алексей Туников Да Поставил Я Уже Лайк Сколько Можно Алексей Ты Молодец Давайте Все Будем Как Алексей Вот Возьмем С Пример С Алексея Туникова Поставим Лайк И Все Будем Молодцы Мы Гордимся Тобой Алексей Спасибо Жители Нефтекамска Назвали Ветхий Мост Мост Именем Главы Города Да Вот Они Такого Плаката Не Повесили Повесили Плакат Ну Правильно В общем То Что Деньг Нет Но Вы Держитесь И Все Такое Прочее Разбитый Мост Который Не Могут Отремонтировать Причем Пешеходный Насколько Я понимаю Мост В общем Не надо Таких Особых Денег Тем более В Нефтекамске Представляешь Вот Ну Какая Стыдова Рязанский Губернатор Ковалев Отреагировал На Пост Разметки Которую В Касимовском Районе Нанесли Поверх Ям И Луж Да И он Сказал Этот Губернатор Что Это Злые Враги Сделали Что Это Подкупили Вот Этих Разметчиков Да И Потребовал Чтобы ФСБ С ними Разобралось Да Я Цитирую Его К сотрудникам Бригады Которая Выполняла Плановые Работы На Автодороге Опорной Сети Обратились Неустановленные Лица И предложили За вознаграждение Нанести Разметку Неподалеку На участке Местной Автодороги Ахматова Поповка Что и было Сделано Знаешь Вот Вечная Тема У нас Когда Мы инструктировали Людей Которые Расклеивают Листовки Или еще Что-то То Вечно Неустановленный Дядя В плаще Такой Должен Когда Человек Берут И говорят А что Такое А что Я Вот Стоял Подошел Неизвестный Мне В плаще Всегда Должен Был Описываться Крохин То есть Высокого Роста Стоит Килограмм Веса Толстый В таком Плаще Крохин Видишь Вот Описываю Лысый Да Вот этот Неустановленный Гражданин Вручил Мне Там 100 Рублей И попросил Расклеить Листовки Я Расклеиваю Все Какие вопросы Ну Или там Еще Что-то Делают То есть Вот Всегда Неустановленный В плаще Вот Так же И здесь Неустановленный Такой же Неустановленный В плаще Чушь Полная Просто Вообще Вот Ну Он знает Что несет Чушь И мы Знаем Что он Несет Чушь И все равно Он это делает Абсолютно Стыда Нет вообще У этих людей И вот И Вова Так же Ся ведет И все остальные То есть Они Какую-то Херню Угородят И они Понимают Что Ну Тут Что Все Дураки Что Ль Собрались Вот Так В отдельно Взятой России Собрались Все Дураки Мира Ну Нет Конечно И Они Понимают Что Мы Понимаем Что Они Несут Чушь Но Все Равно Это Делают Росреестр Внес Изменения В информацию О Недвижимости Которая Принадлежит Сыновьям Генпрокурора России Да Эхо Москвы И Другие СМИ Написали Я Так Понимаю Что Там Были Записаны Имена А Их Заменили На Какие То Коды Да Как Как И 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 9 И И И 9 Да Юх Написали Юх И Все Был Юх Один И Юх Два Юпта Юпта Я бы назвал Юпта А Политехнический Музей Разгадал Алгоритм Да Вот Молодцы Но Правда Там Целая Научная Полемика Потому Что Какой-то Другой Институт Сказал Что Этот Политехнический Институт Антинаучный Алгоритм Составил И Это Работник Сети Вконтакте Сказал Что В этом Алгоритме Есть Ошибки Ну То есть Видите Как Там Целый Научный Процесс Возможно Здесь просто Фамилию Чайка Заменили На Другие Буквы Я Даже Не удивлюсь Если окажется Что это Какой-то Вариант Клавиатуры Разогна То есть В каком-то Варианте Переключения Клавиатуры Там На какие-то Определенные Знаки Вот Получается Такая Вот Фигня Чайка Получается И все Так что Я думаю Что здесь Каких-то Особых Алгоритмов Они Не придерживались Не Ну Нужно Объяснить Людям Что это Росреестр Где Записаны Все Данные О Собственниках Да И вот Данные О Сыновьях Чайки Там Записаны Так Чтобы Засекретить Что у них Нет этой Собственности Зачем Секретить Их Собственность Ну Если Они Честным Трудом Заработали А если Они Украли Ее Тогда Понятно Зачем Ее Секретят И тогда Для ватников Объясните Ватникам Представляете Что государство Это Секретит Воров Почему Потому что Во главе Этого Государства Стоят Воры Жулики Это Их Государство Алгоритм Ну Вот Этот Институт Придумал Для того Чтобы Каждый Человек Мог Ввести Своё Имя И узнать Каким Оно Стало Ну Или Станет После Этого Процесса Чтобы Себя Найти То есть Если Например Вы Воруете Так же Как Чайка То Вы Можете Зайти И И Не Знаете Где Ваша Собственность И Не Знаете Где Что Вполне Вероятно Да Кстати Слава Это Будущие Тюремные Номера Чайка Да Согласен Хорошие Номера Так Я Только Не Знаю Как Они Будут Представляться Вот Это Я У 9 Да Если Сделал Ошибку Значит Росгави Если Запнулся Китайские Номера Я У 9 Круто После Обыска Задержан Бывший Глава Росгидра Евгений Дот Росгидра Это Конечно Круто Тут Везде Куда Не Плюнь Везде Росгидра Везде И Название Такая Гидра Путинская Гидра Кругом Ей бошки Рубить Устанешь Конечно Гидра Это Кстати Название Организации Такая Очень известная Организация Ну В мультиках В фильмах Про Капитана Америка Да Ну Злодей Гидра Аналог Нацистской Вот такой Структуры Деструктивной Вот это Вот в принципе Только там Они были Такими Злобными Гениями Да То есть Это как Ананерба Только А здесь Злобные Тупари Типа того Там Злобные Гения А здесь Злобные Дебилы Блин Логкие Вот И Видишь Взяли Вот сейчас Одного Этого Из Гидры Причем Говорят Везде Прошло Задержан Ставленник Чубайса Да Ну вот Странная Как бы Ситуация Такая Что Путин 17 лет У власти А все Ставленники Чубайса Да нет Ребят Это ставленник Не Чубайса Это ставленники Путина Все А что Самого Чубайса Не задержат Не знаю Не хотят Не хотят Начальник Отдела ФСКН В Мурманске Освобожден От наказания За убийство Таксиста При задержании Подозреваемых То есть В 14 Году В феврале Какие-то Люди Два Пассажира Были С амфетаминами В этой машине Находились И дяденька Вот этот С ФСКН Почему-то Начал стрелять В эту машину Застрелил Таксиста И это основание Полагать Что это Неосторожное Убийство Таксиста И так далее Ну как-то Вот Я даже Не удивлюсь Если окажется Что там Все находились Под амфетаминами А потом Дали те показания Которые надо Жесть Какая-то Представляешь Что я застрелил Таксиста Два года Получил Ограничение Свободы Освобождена От наказания По истечению Срока давности Привлечения К уголовной Ответственности Молодец Такой Молодец Конечно Молодец А что Что так не стрелять Таксистов Вообще Жесть Просто Жесть То есть Если бы Это был Сейчас Представляешь Там где-нибудь В Америке Какого-нибудь Негра Застрелили Этот друг Даже если бы Он отмазался Сейчас уже Этому таксисту Выплатили 30 миллионов долларов Там все стояли бы на ушах Изображали в качестве терминатора Но все таки Иносказательно Все таки Не один Мальцев Будет делать Поэтому Люди будут делать И Нацгвардия будет На стороне людей Не на стороне Мальцева Или Золотова Или кого-то еще Сереж Перепеченов Очень хорошо Говорит И В этом отношении Я на всю жизнь Запомнил Он говорит Людям Когда Еще я баллотировался Депутат Он всегда говорил Люди Мальцев не может быть Вместо вас Он может быть И вместе с вами Вот так Ну так Да Ну да Я могу там Повести Я могу что-то сделать Без людей Что Ноль без палочки Омбудсмен заявил Осужденный Мальцев У Рой ТВ Идет обыск Что такое Рой ТВ Честно говоря Тоже не в курсе Почитаем Посмотрим Узнаем Хорошо Омбудсмен заявил Осужденные в Крыму Украинцы Вернутся на родину Постепенно Да Омбудсмен Это вот эта вот Дамочка Которая Маскалькова Которая бывшая Милиционерша Там и так далее Да И такая Омбудсмен Постепенно Говорят Вернутся Сразу вспоминается Анекдот Помнишь Когда там Вдова стоит У могилы Свежей Такой Только уж Муж похоронили И к ней Подходит Там Крензер Говорит Пойдем Потрахаемся А говорит Пойдем Только медленно И печально Так вот И здесь Постепенно Медленно И печально Вообще Ну Вот Сама Сама Подача Конечно Дикая Совершенно То есть Там встретились Минские Омбудсмены С Украины И с Россией И решили Что да Вернуться На родину Там Все Кто Сейчас Осуждены Но Будет это Постепенно Это Заявила Лутковская Да А Это Лутковская Заявила Лутковская Да Я что-то Прочитал Маскальковой Такая Ну В любом Случа Кто бы Это Не заявил Это Абсолютно Идиотизм То есть Это Показывает Абсолютную Неспособность Этих Омбудсменов И Совершенную Их Ненужность Они же Ненужны Мы же Прекрасно Понимаем Ну Какие Омбудсмены Вот эту Фигню Напридумывали Это Либо Должна Быть Общественная Структура Правозащитная Либо Не должно Быть Никакой Ну Потому Что Никакая Государственная Структура Кому Будет Служить Государственная Структура Ну Вот Этой Бешеной Собаке Этому Государству Она Будет Служить В Любом В Любом Месте На Украине В России И Так Далее Поэтому Это Будет Медленно И Печально Савченко Неприятно Что От Экономических Санкций Страдают Простые Люди Да Она Высказала В общем Правильную Точку Зрения О том Что Необходимо Санкции Применять Относительно Лично Так сказать Определенных Товарищей То есть Персональные Должны Быть Санкции И Вот Парадокс Ситуации Да Он В отношении России Применяют Санкции А Путинские Вся Эта Шобла Ездят Куда Хотят Отдыхают Где Хотят Детишки За бугром Живут И так Далее То есть Там Нет Санкций Там Все В порядке А В отношении Тети Пани Тети Мани И так Далее Санкции Работают Это Они Все Сделали Тетя Пани С Тетей Мани Не Путин Это Савченко Абсолютно Права И тут На нее Накинулись За это И на Украине Накинулись И здесь Тоже Там Что-то Размахивают Колотушками Не надо Она Все Правильно Сказала Конечно Многие Не рискнули Такое Сказать Особенно В России Кто Противодействует Путинскому Режиму Но Это Правильно Да Простые Люди Не должны Страдать От Санкций Какой Статик Вы Если Санкции Применяете То Что Вы В отношении Чайкиных Детей Не Применяете Эти Санкции Там Нормально Они Там Хорошие В Швейцарии Да Пошли Вы Нафиг Хорошие Насколько Я могу Судить Савченко Четко И целенаправленно Идет К какой-то Конкретной Цели Ну Судя По Довольно Частным Заявлением Как Ты думаешь Какое Нет Она Не идет Конкретной Цели Савченко Абсолютно Цельная Личность И Поэтому 100% Она Станет Украине Президентом Потому Что По силе По силе Духа Нет Ни Одного Человека Который Б рядом Мог Стать С ней Просто Рядом Даже Не стоял Поэтому Она Цельная В ней Стержень Ей Пофигу Может быть Ей Политически Невыгодно Было Было Говорить Но Она Это Сказала И Хотя Я Сейчас Например Вижу Что Это Политически Гораздо Выгоднее То Всегда Политически Выгодно Говорить Правду То Что Ты Думаешь За Что Ты Мож Жизнь Положить Поэтому Она Сто Процентов Как бы Пробьет Любую Стену И Я могу Ей Только Поаплодировать Она Молодец Человек Задает Может быть Такой Очень Узкий Вопрос Узконаправленный Тем не менее Спрашивает Ну Пишет Что ему Нужно Было Менять Паспорт Но По определенным Причинам Он Этого Не Смог Сделать А Сейчас Спрашивает Нужен Ли Военный Билет Для Замены Паспорта Я Вам Отвечаю Не Нужен Однако Если Вы Немножко Осторожно К этому Вопросу Отнесетесь Вам Прочитайте Рекомендации Вы не Первый Кто В такую Ситуацию Попадет То Вы Можете Заменить Паспорт Без Военного Билета Из Военкомата Вас Никто В Паспортном Стале Не Заберет Но Нужно Проявить Некоторую Осторожность Госдеп Заявил Что Нуланд Летит В Киев И Москву Обсуждать Донбасс Вот Тут Савченко Не Президент И так Далее Я Даже Не Буду Спорить Савченко Лидер Такой Силы Которого Украины Сейчас Нет Сможет Она Стать Президентом Он Не Сможет Я Не Знаю Здесь Звезды Должны Сойтись Но Что Лидера Такой Силы Украины Нет Как Савченко Кроме Савченко Это Я Могу Свидетельствую Я Думаю Тут Еще Вопрос Стоит В том Хочет Ли Она Стать Президентом Да Да Конечно Это Тоже Ну Обычно Человек Такой Цельный Он Ответственный Он Берет Ответственность За многих На себя Понимаешь Он Отвечает За все Что Происходит В В то Время Пока Он Живет И Слезами Обливается Когда Как События Вот Как С этими Детишками Вот Вчера Я С ума Сходил Просто У меня Мозг Взрывался И Может Быть Кто-то Подумал Что Я Там Как То Себя Некорректно Веду Я В ужасе Был Меня Всего Разрывало Просто Потому Что Я Чувствую Эту Боль Как Свою Собственную Я Не знаю Как От Этого Отделаться И Не Умею От Этого Отделываться Ну Но Это Особенность Такая У людей Которые Берут На Себя Ну Ответственность Иногда Конечно Это Плохо Для Окружающих Прошу Прощи Зам Госсекретаря США Ну Летит В Киев И Москву Обсуждать Донбасс Так Вот Тут Написали Мальцев Еврей Вернее Жит Мальцев Русский Причем Генетически Русский И Более Русский Чем Многие Здесь Присутствующие Вот В чате Да Что Я Могу Кстати Генетически Доказать В отличии От Многих И Так Далее И Это Многим Кстати Не Нравится Очень Сильно Не Нравится Что Русский Человек Возглавил Русских Людей Да Вот Это Вообще Такая Фигня Парадокс Да Парадокс Вот В России Никак Помнишь Как Наполеон Не мог Стать Карамзин Да Наполеон Не мог Стать Русским Царем Русским Царем Может быть Только Потому Что Он Француз А Русским Царем Может быть Только Немец Карамзин Сказал Погулять Я уж Не помню Так Что Вот Видите Впервые Так Получается Что Так Что Ну Летит В Киев В Москву Да Уже В Киев Уже В Москву Наверное Летит Да Ну Я думаю Что Не обсуждать Донбасс И Вернее Не только Донбасс Ну Лот Будет обсуждать Путин Сдаёт Многие Позиции И Сдаёт Их Оптом Скопом И как Угодно То есть Отсюда Индия Отсюда Китай Отсюда США Снуланд И так Далее Поэтому То есть Все остальное Сейчас он Ещё Будет Трипыхаться Особенно Много Будет Заявлений Во время Выборов Вы это Услышите И это Будет Всего Лишь Связано С Внутренней Риторикой Такие Понты Для Приезжих Будут Понимаешь То есть Там Мы Там Эгегей На самом Деле Все Товарищ Спёкся Хотя Кто И знает У него Иногда Там Что-то Включаются Какие-то Отголоски В башке Не факт Что он Что-нибудь Не учудит Вот Мне Скажут Дашь гарантию Что он Кнопку Не нажмёт Да нет Никакой Гарантии Вот сейчас Что-нибудь Переговорит С этими Ребятами Ему Взгруснётся Может Диагноз Факт Что не будет Проблем Кокс Просроченный Будет Надо В Литве Призыв На Военную Службу Станет Постоянным Мальцев Ройт ТВ Канал На Ютубе У них Обыск На Ютубе Ну мы Узнаем Что такое Ройт ТВ Посмотрим Да Посмотрим Обязательно Да Видишь Какой Молодец Вова Путин В Литве С 8 Года Не Не было Призыва На срочную Службу И Вова Так Замечательно Всё сделал Что теперь Всё Возобновили Призыв Действительно Военная Служба Срочная Для всех Юношей И всё Вперёд И с песней Ну Вот Это Литва Угрожает Вове Вот он Там Рассказывал Что ему НАТО Угрожает Литва Вове Угрожает Бедные Литовцы Сейчас Вынуждены 3 миллиона Человек Там Представляешь Для страны У которой 3 миллиона Содержать Армию Которая Должна Хотя бы Первый Удар Российской Армии Выдержать Это Что Нужно Это Я не знаю Максимум Усилий Это Во-первых Призыв Молодых Людей Должен быть И Армия Должна Быть Ну Не 10 тысяч Человек А гораздо Больше Представь При 3 миллионах Но Они Собственно Это И делают Тем Что Разрешают Оружие Ну Да Конечно Я понимаю Что Это Разрешение На Любой Вид Оружия Там Хоть Ракетную Установку Ставь Это Как раз Из Этого И Вытекает Но Все Регулярная Армия Должна Быть Нормальная Большая Хотя Б Должно Быть Несколько Дивизий А Несколько Дивизий Как Литва Может Собрать Представляешь При 3 При 3 Миллионах Жителей Там Несколько Дивизий Откуда Где Они Возьмут У них Ни Деньги Ни Людей Не Хватит Если Они Отдадут Людей Туда Значит У них Производство Встанет Сельское Хозяйство Встанет Так Что Да И Воспроизводство Просто Встанет На самом Дель Потому Вместо Того Чтобы Детей Делать Они Будут В армии Служить США Хотят Следить За Российскими Разведчиками Ну Да Собираются Какую-то Группу Создать Какая Была При Холодной Войне На самом Деле Я думаю Вовсе Не Такая Группа И Следить За Разведчиками Можно При Помощи Интернета И При Помощи Современных Технологий Поэтому Я думаю Что Это Больше Понты Таким Мы Будем Следить За Разведчиками Дайте Нам Денег Туда Сюда Ну Идет Разговор О деньгах Потому Что Ну Ну Хотите Вы Следить А до Этого Вы Что Не Следили Что Следили И До Этого Причем Речь Идет О том Что Работа Будет Строиться По Модели Рабочей Группы Которая Существовала Во времена Холодной Войны С Теми же Целями Да Еще Теми же Возьмут Вынут Из Нафталина Время У нас Да Время И вот пишут Нам А не боитесь Ли вы Что лайки Ставят Одни и те же Люди И сторонников Реально Меньше То есть По вашему 100 тысяч Просмотров В день Это у нас Сидят 10 человек Которые По тысячу Раз Нажимают На одну и ту же Кнопку И вот Люди Которые Нам Вконтакте Например Там По тысяч Сообщений Пишут Это тоже Одни и те же Люди Там Которые С тысячи Аккаунтов Или там Со 100 Аккаунтов Не боимся Что сторонников Реально Меньше Сторонников Намного Больше Которые Наши Сторонники Но еще О нас Не знают Таких Тоже Волна Идет Конечно Вот сегодня Я общался По телефону С очень Приличным Человеком И он Совсем Недавно О нас Узнал Только Благодаря Тому Что мы Участвовали В Праймерис И таких Кстати Достаточно Много Да Сейчас Еще Будут Выборы И еще Люди Узнают И в общем У нас Время Есть Я говорю 500 дней Та волна Которую Мы гоним Она вполне Поднимется В цунами К этому Времени И мы Пока Мы в графике Так вот Я могу Рассуждать Пока В графике Дальше Что будет Я не знаю Но я надеюсь Что мы Можем Его только Опередить Этот график Так Вот Диссертационный Совет Тут Не стал Лишать Ученой Степени Главу Минком Связи Никифорова Но он Глава Минком Связи Он там Плагиатом Занимался В написании Диссертации Ну говорят Ну ладно Что там Ну скрал Диссертацию Фигня какая Да Он же Глава Минком Связи Не надо Его лишать Проголосовали Не лишать Такие Вот Молодцы Такие Вот А Власти Московской Области Пообещали Провести Эталонные Выборы Вот будет Эталон У нас Посмотрим Было бы Очень Неплохо Я понимаю Что в Москве Конечно Там Разнонаправленные Вектора Я вполне Допускаю Что есть Там Люди Которые Способны Убедить Что более Менее Какие-то Честные Выборы Нужны Более Менее Там Конечно Не будет Никаких Эталонных Но я Говорю Здесь Вот Интересная Ситуация Вот Пишет Идет Отстройка Системы Там Задача Только Честные Прозначные Голосования И дальше Все элементы Старой Системы Не перестроившись Под новые Требования Будут Ликвидированы Это о чем Речь Представляешь 17 лет Вот этот Вова Здесь И Кто Старую Систему То Делал Ельцин Что ли Ее делал Или Горбачев Ее делал Старую Систем Горбачев Он сейчас Ненавидит И Путина И Медведя Любил Их Любил А потом Говорит Да нет Ребята Вы что делаете Вы совсем Охренели Вообще Выбора Людей Лишили Я Недавно Посмотрел Очень сильно Удивился Я Он еще Феврале Эти слова Сказал Я прям Поаплодировал Думаю Михаил Сергеевич Поумнел К старости Бывает же Такое Редкий случай Вообще Обычно В детство Впадает Этот Поумнел Ну Дай бог В общем то Грехи свои Таким образом Замолит Вот у меня Уже нет На него зла Я вот это Услышал У меня этого Было достаточно Такие вот дела Кто эту систему Придумал Старые Элементы Старой Системы Так А вот Родина Предложила Моторолле Стать депутатом Госдумы И хорошо бы Телефон у Моторолла Но нет Да Но самое Смешное Что тут Я так понимаю Это прочитали Какие то Ребята И было это В 13.22 Какие то Кремлевские Мечтатели Прочитали И в 15.28 Уже Какие нафиг Мотороллы Родина Никому ничего Не предлагала Пошел он Ну представляешь Что там От Володина Позвонили Какие нахер Мотороллы Вы что там Делаете В этой родине Там все Сразу Мне очень понравились Слова Параханова Моторолла В Госдуме Украсит Парламент Можешь застрелить Кого Можешь застрелить Кого Помнишь Какая-нибудь Два дурака Одного Надели Жилеты Стреляли В него Из Стечкина И прострелили Кишки Вот что у человека В башке Вообще Ну Мойщик Машин Ну Там он Воевал Теперь В парламент Его Ну Видишь Не прокатило Уродины Уродина Уродина Так Сейчас еще Что-то посмотрим Ну Это же Завтра Давайте На вопросы Отвечать Вячеслав Как вы считаете Будет ли В новом Информационном Мире Спрос На работу С людьми Психологом Социальным работником И так далее Конечно Вот сейчас Вот я Обязательно И психологом Ой Убежал У меня Представляешь Куда Куда Делось Сейчас Сейчас И психологом Полно работы И психиатром Полно работы Вот тот человек Пишет Все вы Пидорасы Ну Разве Вот ему Не нужна Будет помощь В новом Мире Представляете У вас Вот Не все Я вам скажу У ваты Представляешь Что с башкой Случится Там такой Перекос Начнется Первое время Очень Очень Трудно У них Будет Жесть Там Реактивные Психозы Самоубийства И что хочешь Ну им по телевизору Скажут что Вот вова Вор и жулик Да Что Там с Виланчелями Это Все не Прокатывает Что все Был не так Какие Суды Ряды Начнутся Люди Начнут Признательные Показания Давать Это будем И показывать Открыто Везде Представляешь И они будут Знать Сколько Украли Кто Украл И как Отпиливались Там куски От детских домов От того От сего Представляешь Я думаю Что больше всего Кровь будет Стынуть Жилых Не от воровства А от других Более темных Нет Конечно Цинизма Там будет Навалом И всяких Дерзких Преступлений Страшных Но Я говорю О том Что Бошки Придется Потом Исправлять А кому Этим заниматься Профессионалам То есть Те люди Которые От рождения В общем-то Умные Либо От рождения Достаточно Циничные Ну или Воспитаны Так Они конечно Лучше Пораскочат Чем вся Вот эта вата Которая сейчас Смотрит Киселева Вот так Вот прям А потом Этот Киселев Ну не этот А другой Выйдет И скажет Вот тот До меня Эхо Козел Драный Вот что Он вам Рассказывал А это Вот вранье И представляешь Он Когда оружие Разрешат Можно ли Надеяться На организацию В каждом районе Тиров Для обучения Стрельбе Нет Для обучения Это конечно Для обучения Стрельбе Безусловно Тиры Стрельбища И так далее Бизнес С этим Связанный Оружейный Бизнес Это Огромная Инфраструктура Клубы Конечно Огромное Количество Возникнет Военно-спортивных Стрелковых Клуб Вот как сейчас В Литве Да Там что-то Безумие Будет Какое-то То есть Народ Будет В этом Завязан Полностью Потому что Молодые люди Взрослые Уже Будут Постоянно Где-то Бегать Какие-то Проводить Соревнования И даже Государству Тут вообще Участвовать Не нужно Там Если нужна Какая-то Помощь Будем Оказывать А так Люди Это Самоорганизующая Структура Вот из них Как раз И будет Получаться Настоящая Национальная Гвардия То что Во всем Мире Называется Национальной Гвардией Ну Те люди Которые Занимаются Своей Работой Ну Там Кто-то В магазине Торгует Кто-то Булку Испекает Кто-то Еще Что-то Там Дел Кто-то Врачом Работает Когда Случается Какой-то Оттас Там Я не знаю Да То Не МЧС Ники Скучные Приезжают На третьи Сутки А вот Эти люди Прибегают Мгновенно Но У них Все Есть Если Что-то Дорого Стоит То Государство Это То Что Дорого Стоит Обязаны Им Купить Какие-то Системы Спасательные И так Далее Там Я не знаю Лодки Катера Там И так Далее Понимаешь Там Если Это На Волге А люди Это Делают Все Общественники Во Все Мире Не Надо Воровать Триллиарды Денег Нужно Как-то Помочь Этим Людям Совсем Немного И Им Интересно Они Будут Счастливы И Всем Остальным Интересно Потому Что Будет Результат Вот Много Вопросов Задают Таких Однотипных На которые Мы Практически Каждый Эфир Отвечаем И Но Это Как бы Не в Претензию Люди Может Не знали Там Только Что Подключились Не Слышали Не Знают Что Мы Говорили Об Этим Поэтому Есть Совет Особенно Для Вновь Прибывших Соратников У Нас Есть Страница Вконтакте Ссылка Есть В описании Вы Можете Туда Зайти Пролистать Немножко Вниз И Там Есть По Моему 40 Минутный Ролик Или Может Быть 45 Минутный Ну То есть Примерно Такой Где По таким Ключевым Вопросам Есть Все Ответы То есть Наши Соратники Нарезали Множество Наших Эфиров И На разные Темы В общем Скомпоновали Ответы То есть Про Образование Про Медицину Про Я не знаю Про Пенсии И так Далее Таким Ключевым Моментом Там Есть Наши Тезисы Поэтому Вы Можете Посмотреть И На Ваш Вопрос Получить Ответ Иначе Мы Будем Говорить Об Одном И Том Ж Мальцев Ты Читаешь Комменты Читаю И Пишут Что Мальцев Как Горбачев В 90 Тоже Много Обещать Я Ничего Не Обещаю Я Программу Действия Рассказываю Нашу Программу Действия Пока Я ее Не могу Написать Вот Останется Год До 5 11 Мы ее Напишем Потому Что Вы Понимаете То есть Опубликуем Как Только Она Будет Опубликована Это Будет Материальный Так Сказать Документ Который Может Ну Вокруг Которого Может Быть Сшито Уголовное Дело Оно Нам Пока Это Не Нужно Нам Необходимо Сделать Это За Год До 5 11 Мы Спланировали У нас По плану По нашему Календарному Мы Стремительно Приближаемся К отметке 5600 Лайков Давайте Общими Усилиями Возьмем Эту Вершину В 6000 И Попадем В топ Ютуба Тут Еще Написали Что Хотел Прочитать Слава Как тебе доверять Вдруг Ты Анархист Стремно Ну я И есть Анархист Я Не скрываю Как это Вдруг Что значит Вдруг Реально Что такое Анархия Это Отсутствие Государственной Власти Мы Понимаем Что мы Не можем Сейчас Стремиться К тому Что Чтобы Не было Государственной Власти Когда В окружении Есть Другие Государства Поэтому Ну Что Такое Анархия Это В нашем Понимании То же Самое Что коммунизм Там Царствие Божие На земле То К чему Стремится Человечество К некому Освобождению То есть Это высший Пилотаж Высший Уровень Коммунисты Называют его Коммунизмом Когда Не будет Государства Ну Не будет Вот этой Злой Собаки Которую Каждую Секунду Можете За Жопу Укусить И ты Не обязан Дергаться Когда Там Человек Будет Ну Реально Свободный Да Ну Или Будет Чувствовать Себя Реально Свободным Вот В таком В таком Отношении Меня можно Считать Анархистом Конечно Некая ступень Конечное Развитие Демократии Вы прочитали Неправильно Вечеслав Вопрос Слава Как тебе доверять Вдруг ты Антихрист Стремно Антихрист Как бы Вижу Немножко Светочувствительность Так-то у меня Стопроцентное Зрение Светочувствительность Пониженный Экран Темный Я что-то Не вижу Так что Что я не Антихрист Обещаю Что я не Антихрист Честное слово Крест Даешь Крест Целую Крест Целую Что Не Антихрист Согласны ли вы В необходимости Возрождение Семенных И племенных Станций В России Согласны Ли вы В необходимости Возрождение Семенных И племенных Станций В России Безусловно Это вообще Однозначно Но Здесь Если мы Говорим О семенных Станциях Вот Быкова Да Ну это Волгоградская Область Но все равно Рядом с Саратом Даже ближе К Саратому Чем Чем К Волгограду Ну или Такое же Расстояние Вот почему В Саратове Нет Нормальных Арбузов Знаете Потому Потому Быков Вот эту Семенную Станцию Уничтожили Все Вот это Селекционное Нет Там Все Там Выращивали Арбузы На семена Потом Семена Везде Всем Там Продавали Раздавали Потом Вот у нас В Ровенском Районе Ну то есть Через реку Фактически Выращивали Хорошие Арбузы Мы их ели Такое счастье Сейчас там Фиговые Арбузы Ну не Ну Для других Это Счастье Конечно Они говорят Что очень вкусные Там самые лучшие В мире Я не знаю Насчет всего мира Но я ел Другие Всегда Ел Другие А сейчас Мы едим Говно Потому что Уничтожено В том же Быково Были племенные Лошади Ну потом Пришел Новый Директор Да Я кумыс Пил всегда Я очень люблю Кумыс Пил кумыс Потом кумыс Нет Я говорю А что кумыс Нет Они говорят Ну пришел Новый директор Зарезал всех лошадей На мясо Представляешь И купил своему сыну БМВ Но не нашел он другого способа Купить БМВ Это дойное стадо Лошадиное дойное стадо Зарезал на мясо Копеечку мяса стоит И кумыс, который стоит денег Но надо было здесь и сейчас И произошло это не при Ельцине Это все при Путине случилось Конечно Чтобы все это восстановить Потому что по-другому А как жить по-другому Тогда и будем есть Понятно, что есть другой вариант китайский Давайте будем пластиковые арбузы жрать Там какие-то еще вещи Сделаны из неорганики Или из почти неорганики Я не хочу, например Просит вас рассказать Ваши воспоминания Как вы узнали о трагедии С подлодкой Курск И что тогда думали Какое у вас мнение сейчас А как тогда вы эту новость встретили И что думали тогда Как это произошло Да я сразу понял, что произошло Нечто экстраординарное Что Вова спрятался И в общем-то Был ясно, что Делал ясное, что делал темное И тогда я думал Очень много было информации О подводных неопользованных объектах Я думал, что Вот изначально как-то И первая мысль была Что Навелась Ракета На Курск Которую стрельнули С этого Петра Великого Да То есть И тогда И сейчас У меня В общем-то Одна и та же мысль Там Есть Рассказы Неких Людей О том, что Это Столкновение с Атамной и подводной лодкой США Я вполне допускаю Может быть И это было И тогда Понятно Почему В общем Путин Как бы Отмазал их Однажды И теперь У них там Какие-то особые Отношения Ну вот Та другая версия Мне кажется Более правдоподобной Что Петр Великий Стрельнул Куда-то По какому-то Объекту А ракета Перенавелась И попала В Курск Там же Все Похоже На это Очень похоже Вячеслав Со всеми тезисами Согласен Но Стволы Разрешать Нашему народу Нельзя Мне придется Носить ствол Потому что Без него Будет нельзя А я Когда выпью Не всегда Адекватен Бываю У меня Такой вопрос К вам А вы Считаете Что В России Народ Какой-то Особенный Он Хуже Чем Народ В США Или В других Странах Мира Где Оно Разрешено Чем Чем Мы Хуже Я Пол жизни Большую Часть жизни Носил Стволы И вот В 90-е годы Если случались Какие-то Потасовки Когда нужно Было Применять Кулаки Ну то есть Это не бандиты Ну просто Хулиганы Какие-нибудь То у меня Всегда Вариант был Только один Я доставал Пистолет Клал его Бардачок Закрывал Там Оборудованное Место Было Потом выходил Разбирался На кулаках То есть Никогда Не использовал Оружие Все дело В Культуре Конечно И эту культуру Нужно Прививать В России Культура Использования Оружия Всегда Была Вот Посмотрите Дореволюционную Россию Я вспоминаю Книга Про авиаторов Недавно Какую-то Книгу Читал Там Всякие Ну Воспоминания Какие-то Вырезки Воспоминания В 17-18 Года В 18-м Году В Казани Объявление Что Просят Не, не в июле Позже Туда Позже Наоборот В декабре Да, конечно В июле Потому что Всякие Белочехи В декабре Просят Какие-то Наганы Маузеры И так далее В России Вообще В основном Офицеры Сами покупали Оружие Всегда То есть Вот у меня В коллекции Ну сейчас же нет Этой коллекции К сожалению Был Пистолет Капсульный Пистолет Ну вот Капсуля Видел Нашел там Где-то Старый Капсуля Как раз От этого Пистолета Он Начал 50-х Годов 19-го Века И Он Применялся В Крымской Войне Ну Капсульный Пистолет Ну Ужас Какой-то Офицер Мы не в эфире Че-че Мы из эфира Вышли Почему-то Слава Зависи А посмотрю Валют Что там А когда Ну Прямо Буквально Вот как Вы начали Про Капсульный Пистолет По эфире Все показывает Ну Ты Верни Да И здесь Все показывает Прекрасно Да Вот И Я думаю Что про Капсульный Пистолет Надо сначала Потому что Я думаю Что он Выпал Офицеры Покупали Я не помню Почему Это Офицеры Покупали Оружие В России Всегда И вот Я говорю Был в коллекции Капсульный Пистолет Сейчас уж и нет Этой коллекции Давно уже 2000 Сначала 2000 Годов Вот А Там Этот пистолет К войне Крымской войне Был сделан И в общем Принимал там Участие Одноствольный Однозарядный Представляешь А в то время Уже револьвер Лефаше И он кстати У меня тоже Был в коллекции Револьвер Лефаше Замечательный Совершенно Ну по особому Он конечно Заряжается Но он Многозарядный И русские Офицеры Все покупали Зачем Однозарядный Капсульный Какое-то дерьмо Когда есть Револьвер Лефаше И так далее И вот При войне С турками То же самое Покупали И В первую Мировую войну Многие русские Офицеры Были вооружены Маузерами Которые Купили Самостоятельно Ну понятно Что Армию Не вооружали Маузерами Поэтому К чему я это Говорил Мы что-то Сбились Про культуру Про культуру Да Что тогда Была культура Владения Оружием Сейчас Может быть Этой культуры Нет Хотя Если мы Видим Охотников И у них 6 миллионов Стволов То Их культура Владения Оружием Гораздо Выше Чем Те Которые владеют Травматами Обратите Внимание То есть С их стороны Никаких проблем И возможно Это связано Именно с тем Что порог Применения Травматического Оружия Гораздо Ниже Человек Стреляет Ты думал Ну что Я там Резинкой Стрельну Ну конечно Бывают Инциденты Когда Подстрелят Какого Нибудь Егеря Ну Это Неосторожность Неосторожность Может быть Во всем Кто-то С газовым Баллоном Обращается Схватил Перчатками Масляными И улетел К верхним Людям Ну что Бывает 6 тысяч Лайков Мы взяли Рубеж Человек Да И в общем Рекордный Рубеж Наверное Вот По поводу 5 тысяч У нас В прошлый раз Был спор Был такой Когда-нибудь Или не было Но про 6 тысяч Наверное Спора уже нет Это рекорд Поэтому Всем спасибо Я думаю Сейчас мы выйдем На отметку В 6 тысяч Стабильную Спасибо Да И со временем Будем Следующие вершины Брать Спасибо День сурка 17 лет Да А вот приближается Период Я помню Как я узнал Что Путин Стал этим Кренделем Я прилетел Откуда-то Из-за рубежа Еду в такси И тут говорят Вот там Путин Премьер-министр Я Е-мое Вообще Жесть какая А много Негатива Был Мне Рассказывали Про него И он Когда был Этим Директором ФСБ Приехал сюда Там Они все Вся толпа Поехала на пароходе А я не поехал Потому что Он мне не нравился А я В то время Сейчас я кстати Не говорю эту фразу А тогда Я говорил Что я Заслужил Одно право Общаться Только с теми Кто мне нравится Тогда Тогда Я говорю В своей жизни Заслужил право Общаться Только с теми Кто нравится И все И как-то Такой Наверное Все-таки Это Я сейчас Воспринимаю Как снобизм Сейчас я Даже общаюсь С теми Кто не нравится Потому что Нам нужно Сделать Пято Одиннадцатого Семнадцатого Для этого В общем-то Как-то Камерно Келейно Это не сделаешь Это надо Сделать Всем И я буду Общаться С теми Кто мне не нравится И тех Кому я не нравлюсь Прошу Общайтесь Со мной Потому что Нам нужно Свалить режим Путина Нам нужно Избавиться От всех Эти гнид И как-то Обновиться Поэтому Не смотрите Там вот Мальцев нам Не нравится Мы Мы не пойдем Да Как Ты Привет Да Мальцев мне привет В эфире не передал Я на революцию Не пойду Безумие Давайте Как-то Как-то Правильней Поступать Тем временем Вот Дядя Слава Прометея Будем освобождать Я не знаю Про какого Прометея идет Если про Титана Прометея Прометея Который Где-то там Под Анапой Прибит гвоздями Да Не стоит Не знаю Там наверное Уж освободился Или как Если про Того Прометея Который Ну это Чужие В серии То тоже Я не знаю У меня нет Ответа Насчет Прометея Время у нас Да И вот Сегодня в связи С тем Что рассказал Олег Чтобы узнавать Своих Все-таки Нужно Нужно Какой-то Я не знаю Масонский жест Там Наклейки Какие-то Что-то такое Чтобы мы могли Как вот нам говорят Вот этот вот Жест Очень хороший Да Такой вот Как Рома говорит Вот так вот Надо Вот так раз И все Такой Жест такой Ну вроде Почесал Да Может Может быть То есть Какой-то жест Как Как Какая-то Символика Чтобы можно Было Опознавать Своих Всем Доброй ночи Пишут Да Доброй ночи Спасибо До Новой Исторической Эпохи Осталось 499 Дней И час Еще И это Очень хорошо Спасибо До свидания Спасибо До свидания До свидания